Обезьяны, джигиты и целая стая грозных кавказских овчарок в Ярославском цирке. Вновь премьера. Артистам удалось заставить улыбнуться даже тех, кого удивить сложно. Подробности далее. На осликах катались мартышки, как три богатыря. Сидеть верхом это самое меньшее, что умеют эти обезьяны. Кавказские овчарки. Единственная хозяйка этих 100-килограммовых гигантов – их вожак Морица Запашная. Считается, что эти собаки хоть и очень умные, но бескомпромиссные. Я 25 лет занимаюсь этими собаками. Говорят, что они не дрессируются. Поэтому я их взяла. Не бывает животных, которые не дрессируются. Каждый день работая, выходишь, ты не знаешь, что сделает животное. И каждый день – это как первый раз. Вот как первый раз. Ты все время ждешь, что животное что-то предложит. Единственное, я вам открою секрет, это между нами. Это большое-большое терпение. Грозные овчарки сразу стали любимцами зрителей. Кавказские овчарки. Они такие милые. Еще большие и пушистые. Большие и пушистые. Мощностью своей и красотой. Красотой в основном. Мы просто ездим кучи, у нас такого нету. Тамерлану всего 12 лет, но трюки верхом он выполняет не хуже друзей джигитов. Как рассказали наездники, залог успеха в партнере. Зевс попал к молодому артисту по счастливому стечению обстоятельств. Он у нас был очень нервный. И наш руководитель, он решил передать его именно Тамерлану. То есть мы надеялись, что лошадь, общаясь с ним, успокоится. На самом деле так и получилось. Я не знаю, сколько учился, наверное, всю жизнь. Верблюды, акробаты и воздушные гимнасты тоже получили свою порцию аплодисментов. Нас акробатика впечатлила, как они без страховки делали все. Захватывает дух прям вообще. Анна Мельника, Алексей Карашев, Вести, Ярославль.